Церковь Русская, красуйся, великуй! Церковь Русская, красуйся, великуй! Во славе Бреста я радующеся! Дорогие отцы, братья и сестры! Я хотел бы всех вас сердечно поздравить с большим событием в жизни города Москвы и в жизни всей России. Начатая три года тому назад программа строительства двухсот храмов, которая осуществляется по милости Божией, несмотря на многие обстоятельства сложные, греховные, суетные, Эта программа увенчалась уже на этом этапе освящением первого храма, усекновения главы Иоанна Предтеча в Братееве. Этот замечательный величественный храм, который был задуман еще до начала программы 200, был осуществлен именно в рамках этой программы, что помогло решить множество различного рода проблем, которые ранее стояли на пути созидания сего Божьего храма. Я уже выразил свою благодарность отцу Олегу. В завершении своего слова выражу благодарность всем тем, кто особо потрудился. А сейчас я бы хотел обратить ваше внимание на сегодняшний день, который, согласно церковному уставу, называется «Неделей перед воздвижением». «Неделя» в переводе со славянского на русский – «Воскресение». Значит, речь идет о воскресении перед праздником воздвижения честного и животворящего креста Господня. А потому апостольское чтение, евангельское чтение сегодня посвящается кресту, но не самому событию, не распятию, как это в Великую Пятницу или в иные дни, посвященные кресту Господню. Сегодняшнее апостольское и евангельское чтение посвящено смыслу того, что есть крест для жизни мира, для жизни всего человеческого рода. В постолании к галатам апостол Павел говорит, «Я не желал бы хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, а я для мира». Мы часто прочитываем поразительные по своему смыслу и значению слова, содержащиеся в Новом Завете наполовину, на четверть, а иногда вообще не вникая в смысл. А смысл настолько глубокий, что он может помочь понять людям, живущим даже вне церкви, смысл того, что есть крест Христов. Напомню вам, что во время распятия справа и слева от Спасителя были распяты разбойники. Действительно, люди, приступившие закон, тяжко приступившие, по закону судимые и подлежавшие смертной казни. И вот разбойник, который справа, как всем хорошо известно, непонятным совершенно образом, по-человечески необъяснимым, ведь он же был разбойником, а не ангелом, не пророком. Тот, который справа висел от Христа Спасителя, в самом Господе Иисусе, увидел Сына Божьего. Понятно, когда апостолы на горе Фавор в славе, в свете увидели преображенного Спасителя. Понятно, когда они увидели Его воскресшим, который через стену прошел в комнату, где они были собраны, и сказал им «Мир вам!» Понятно, когда они видели Его восходящим на небо, но как в момент уничижения, когда казалось, что все закончено, и никакой это не Сын Божий, никакой не пророк, а какой-то несчастный проповедник, который пытался людям что-то сказать доброе, значительное, даже исцелял людей и воскрешал. Но где же Его сила? Вот Он висит на кресте, избитый, униженный, оскорбленный, да мало того, умирающий. Никакой победы, только поражение. И вот в этом уничиженном и униженном распятом Спасителе этот разбойник, что справа, увидел Сына Божия и сказал ему «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». За всю историю рода человеческого не было такого исповедания Господа Спасителем и Сыном Божьим. И, наверное, не будет. Потому что своя собственная боль, ведь Он страдал, так же, как Спаситель, закрывала, должна была закрыть Ему глаза на всякое прозрение, на всякую милость, на всякое доброе слово, что и произошло с Его товарищем, что висел слева от креста. Тот хулил Его и говорил «Но ты, так много сделавший, спаси себя и нас заодно спаси». В общем-то, естественная логика. Если ты всемогущий, если ты исцелял, если ты воскрешал, так давай сейчас, прояви свою силу, и мы вместе с тобой из креста сойдем и спасемся. Господь простил этого разбойника, что был справа, и сказал «Ныне со мной будешь в раю». Ничего не сказал о том, что слева. Тот погибал физически и погибал духовно. на кресте была явлена правда, которую не способен был в тот момент увидеть никто. Ни Пилат, ни Ирод, ни даже те, кто стояли около креста. Даже апостол Иоанн, наверняка стоявший у креста, хоть и передал потом эти слова, но в то время, наверное, ничего не понял. Но в тот момент на кресте, на Голгофе была явлена правда Божия и разбойник, что справа, был оправдан, хотя был разбойником, а слева тот, что был, был осужден. И в этот удивительный суд креста отображен в нашем русском распятии, когда нижняя перекладина справа споднята вверх, а слева опущена. Крест, как весы, как мера правосудия, как мера добра и зла, как мера истины. Что же означают эти дивные слова апостола Павла, которые мы сегодня слышали? Для меня мир распят крестом, а я для мира. Если бы он сказал, что на кресте распят мир, тогда каждый бы из нас понял, что на кресте распяты грехи мира. А что означает мир распят крестом? Означает только одно, что через крест миру дано отличить добро от зла и правду от лжи. И если мир не определяет добро и зло, прилагая к нему этот чудотворный, исполненный страданиями самого Бога, критерий, живет своим разумом, формулирует свои мерила добра и зла, создает свои идеологии от самых, что ни на есть заумных, философских, до самых простых, прозаических, потребительских идеологий похоти, греха, то тогда мир распинается крестом. потому, что в кресте окончательная правда, которая также непонятна сегодня многим, как непонятно была разбойнику слева, как непонятно была римским воинам, которые стояли у креста, не видели этой правды, не могли ничего увидеть, кроме истекающего, израненного, уничиженного человека. Вот и сегодня очень многие, взирая на крест Христов, ничего не видят, кроме того, что кто-то о кресте рассказывает, как о некой сказке о заблуждении, или о том, что крест ничего не принес миру, и что церковь, которая призвана проповедовать о кресте миру, не соответствует этой проповеди и священники плохие и не на таких машинах ездят и не то делают. И сколько всего говорится, чтобы человек отвернул свой взгляд от креста Господня, чтобы сказал, я не знаю в лучшем случае, что означает крест, а в худшем и знать не хочу. а для меня, как говорит апостол, мир сей имеет на себе печать креста, как великого мерила Божьей правды. И как созвучно с этим слова Евангелия от Иоанна, которые тоже сегодня слышали, и которые, конечно, относятся к смыслу и значению голговской жертвы, не для того Бог послал Сына Своего человеческого в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через него. И крест это не печать страданий, это не знак суда, а крест это символ спасения, потому что каждый, кто принимает крест, как мерила правды, и принимает в сердце свое подвиг Христа Спасителя, тот вместе с разбойником, с тем, что был распят справа, имеет великую надежду услышать от Господа «Со мною будешь и в раи». И это замечательное воскресение перед праздником воздвижения Креста Господня словами Нового Завета исполненное дает нам остроту зрения, духовного зрения, чтобы видеть, что происходит с нами, с миром, с родом человеческим, прилагая к этой картине Крест Христов. Именно потому и сказано было великому Константину равноапостольному, при котором христиане получили свободу в видении сим победиши. Имелось в виду не только победа Константина над Максентием, не только победа христианства как институции общественной, имелось в виду та самая победа, о которой мы сегодня говорим. Сим победиши, крестом победиши. Ибо если следуешь тому, куда указывает крест, то идешь по дороге правды, а значит и по пути спасения. А спасение это и есть победа человека над всякой неправдой и над всяким злом силой благодати Божией. Я всех вас сердечно поздравляю с этим замечательным днем и радуюсь, что именно сегодня имел возможность вместе с вами совершить освящение этого первого из двухсот московских храмов в замечательном районе Москвы, в Братееве, в Южной префектуре. земля русская роде святы украшай свой лад в небе божественных венисом святым роспави. Редактор субтитров А.Семкин